Четыре. Раз, два, три. Маленькая София старательно повторяет движение за своими новыми одноклассниками. Из Белгорода в Карачао-Черкесию она прибыла около двух недель назад, но уже успела освоиться и влиться в дружный школьный коллектив. Как в новом классе тебя приняли? Расскажи. Очень хорошо. Подруги появились? Да. Расскажи нам. Юля. Мы раньше с ней сидели вместе, но нас пересадили. Хотелось бы вместе. Да. Хорошо. Расскажи нам. Тебе нравится в Карачао-Черкесии здесь? И если нравится, то что им? Мне нравится, что здесь горы есть красивые. И здесь очень красиво. Очарован местными горными пейзажами и маленький Павел. А еще больше. Ему здесь понравились милые буренки и лошадки. Ведь, будучи городским жителем, он раньше мог увидеть их только на картинках, книжках. В будущем кем мечтаешь быть? Расскажи нам. Фермером. Фермером? Да. Ну, здесь, наверное, много барашек, коров ты увидел, да? Да. Лошадок. Угу. Ну, понравились тебе? Да. Захар и Валье. Ну, как вам, ребята, в классе? Классно. Круто. Людей нашли? Да. Подружились? Да. С кем дружим? Почти со всеми. Со всеми? Нам очень приятно. Вам хорошо? Да. Комфортно? Да. Посмотреть, как устроились на новом месте учебы детишки из Белгородской области. В школу прибыли представители Министерства образования и науки Карача-Черкесии. Они познакомились и пообщались с каждым новым учеником. Интересуясь, достаточно ли у них школьных принадлежностей, тетради, учебников, есть ли вся необходима одежда. Кстати, тратиться на всё это родителям детишек не пришлось, ведь школьники были обеспечены всем этим по приезду в наш край. Карача-Черкесии гостей постарались окружить вниманием, чтобы детишки почувствовали настоящее кавказское гостеприимство и провели время вдали от дома беззаботно. По поручению главы нашей республики, Рашида Борисовича Тимрезова, были приобретены все школьные принадлежности. Это ранцы и канцелярские товары, которые необходимы детям в образовательном процессе. Кроме этого, на сегодняшний день все школы и детский сад, они обеспечены всем оборудованием для учебного процесса. Детей подвозят на школьных автобусах, всё организовано, также организовано обеспечиваются они горячим питанием. В школе детки получают и в Тебердеев-Дамбайе двукразовое питание, это они завтракают, потом обедают. Все дети нашего класса стараются им чем могут, только помочь. Даже вот девочка, одна из девочек на костылях передвигается, поэтому детишки носят вместо неё портфель на все уроки, провожают её обязательно. Я думаю, что детям в нашей школе мы создадим такую обстановку, что они будут себя чувствовать как дома. Мы для этого делаем всё. По школьной программе как? Немножко адаптируете по них? Знаете как, вот шестой класс, они идут вровень с нами, дети шестого класса, а пятый класс, они же учились все в разных школах, пятый класс немножечко отстаёт от нашей школьной программы. Так что им немножко тяжелее придётся, не только по моему предмету истории, но и по русскому, и по математике немножко есть отставания, но учителя-предметники с ними занимаются дополнительно. Знакомство с Карача-Черкесией началось для юных гостей не только с местных красот, но и с новых увлечений. Милана Солдатенкова теперь помимо футбола, волейбола и баскетбола научилась играть в лапту, о которой раньше и не слыхала. Эта игра называется лапта, я впервые в неё играю, мне очень интересно, потому что бегать надо, ловить мячик, свечку так называют. Не сложно? Ну, сначала для первого времени было сложно, а сейчас как-то полегче. Мне очень нравится, меня удивили в первую очередь горы, я очень люблю горы. А хачины понравились? Да. А что ещё? Ещё понравилась в первую очередь школа, очень сильно. Я хочу в неё каждый день ходить. А чем она тебе понравилась? Ну, здесь очень приветственные учителя, директор добрый, хорошо обращаются, даже одноклассники. Навестили представители Минобра и самых маленьких гостей Карачао-Черкесии. Детки до школьного возраста с 8 апреля начали посещать детские садики. Здесь же помимо малышей из Белгорода, радушно приняли и ребятишек из Палестины, для которых Карачао-Черкесия уже стала вторым домом. Устами младенца, как говорится, глаголит истина. Поэтому мы решили поинтересоваться, у самих малышей нравится ли им на новом месте и вкусно ли их здесь кормят. Борщ самый вкусный. Почему? Потому что он мне нравится, он вкусный. Он красный, я люблю красный смелет. А котлетки? Котлеты тоже вкусные. Очень стараемся создать им такие домашние условия, честно говоря, потому что детки, конечно, и те, и палестинские детки, и белгородские детки прошли ужасы войны. И поэтому, конечно, они пугливы первое время были. Но на сегодняшний день они уже совершенно спокойно, их и не отличишь. Палестинские дети начали говорить на русском языке, белгородские дети дружат с карачаевскими детьми. И у нас полный интернационал, и такая вот вполне себе семейная домашняя обстановка. Помимо всего прочего, ребятишек регулярно навещают местные школьники и студенты. Они устраивают для них квесты, концерты, играют в игры. Стараются, чтобы детки не тосковали по дому и увезли из Карача-Черкесии только тёплые воспоминания. Хатима Куршева, Айвар Барануков, Архейс, 24. Айвар Барануков, Архейс, 24.